Заброшенные здания, изношенные спортивные объекты и ветхие аварийные деревья – краткое описание состояния некогда популярного стадиона «Красная Этна». Он был построен в 60-е годы прошлого века и получил название от завода. Тогда спорткомплекс состоял из футбольного поля, баскетбольный и хоккейный площадок, круговой легкоатлетической дорожки и здания лыжной базы. Спустя более 25 лет такой жизни у администрации города появились планы по его восстановлению. Все должно произойти уже в этом году, заявил заместитель главы Нижнего Новгорода Леонид Стрельцов. На сегодняшний день сделан проект на снос аварийных зданий, которые здесь находятся, на территории. Мы их снесем в этом году. И в этом году еще на территории после сноса будет реализовываться у нас проект «Спортнормы жизни» установка физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа. Мы понимаем, что стадион требует обновления, и вот это будет первый шаг. Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа представляет собой комплекс спортивных элементов, тренажер и площадка для ГТО, хоккейная коробка с искусственным покрытием для игры в мини-футбол. Рядом со стадионом, помимо жилых домов, находится еще и 138-я школа, которой реконструкция стадиона позволит проводить занятия по физкультуре не только на свежем воздухе, но и на комфортном покрытии. Местные жители очень хотят, чтобы это место было благоустроено, потому что этот стадион, он является не только спортивным объектом, но и местом отдыха жителей. Здесь гуляют с колясками, здесь гуляют дети, здесь катаются на велосипедах, здесь мы занимаемся, проводят школу уроки физкультуры, на экскурсии сюда ходим, потому что здесь очень много птиц различных, здесь даже дятлы у нас живут, поэтому здесь можно посмотреть птиц различных, послушать их. Поэтому у нас здесь очень хочется, чтобы здесь было благоустроено, но чтобы это место осталось общедоступным. Так как это спортивный, прежде всего, объект, спортивная площадка здесь уместна, она нужна. Не только стадион «Красная Этна» получит долгожданную реконструкцию. В этом году обновление ждет и стадион «Чайка». Соглашение о его ремонте было подписано 5 апреля. Там будет сейчас в соответствии с подписанным соглашением реконструкция футбольного поля двух хоккейных площадок, теннисной площадки самого здания. После реконструкции, которая проведет достаточно короткие сроки, до августа месяца включительно, будут иметь возможность заниматься жители всех возрастов, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, что очень важно. Обновленные стадионы должны принять первых занимающихся уже к осени этого года. Артемий Катков, Время новостей. Субтитры создавал DimaTorzok